Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о летучей кислотности в вине. Я думаю, что многие слышали это выражение. Я думаю, что многие слышали такое выражение, как вино словило летучку. Я думаю, что многие сталкивались, либо слышали о том, что в какой-то момент вино начинает слегка пахнуть уксусом, либо приобретает запах жидкости для снятия лака. Вот это все, летучая кислотность, и об этом все мы с вами сегодня поговорим. Почему так получается, какие причины вообще, что это, что с этим делать. Я уже частично проговорила, но еще раз повторю, что такое летучая кислотность. Летучая кислотность это та кислотность, которую мы ощущаем в первую очередь на запах и на вкус. Летучих кислот несколько, но основная летучая кислота это, конечно же, уксусная. И ее альдегид. Уксусная кислота, тут все понятно, она пахнет уксусом. Уксусный альдегид это вот запах жидкости для снятия лака, ну, либо лака для ногтей. Тут уже кому, как говорится, что ближе. На самом деле оба этих вещества, они всегда содержатся в вине. В любом вине. Но в зависимости от того, какая их концентрация, мы их либо ощущаем, либо не ощущаем, либо ощущаем определенным образом. Вот при определенной концентрации этих веществ, они передают вину определенную пикантность, определенный аромат. Как только это значение становится выше, тогда мы уже чувствуем несколько неприятный вкус, да, уже так серьезно может попахивать уксусом, да, и серьезно может попахивать ацетоном. Ну, точнее, вот этой жидкостью для снятия лака. Я вам уже сказала, что в норме они присутствуют всегда, но кто ответственен за их производство. Есть, конечно, определенные микроорганизмы, которые производят вот эти вещества, но дрожжи также производят и уксусный альдегид, и уксусную кислоту. И накоплению вот этих двух веществ способствует несколько факторов. Высокая сахаристость сусла, раз, и низкая кислотность. Поэтому те сусла, которые мы для того, чтобы как бы снизить кислоту, да, либо мы вот рецептов каких-то послушались, либо там мы считаем, что наше вино будет слишком плотным, мы его разбавили водой, вот вам прямой путь к появлению летучей кислотности. Вообще, очень интересный факт, я когда о нем прочитала, ну, честно говоря, меня это не просто удивило, а меня это поразило. Представьте себе, вот эти микроскопические существа, дрожжи, они на самом деле очень умные. Им хочется жить в комфортных условиях. А комфортные условия для них это определенный уровень кислотности, активной кислотности, определенный уровень pH. Об этой кислотности я вам говорила, кому интересно, ссылку на видео оставляю. Так вот, у них есть какой-то оптимум. И если сусло выше pH, то есть кислотность его меньше, дрожжам некомфортно. И они начинают производить вот эту самую уксусную кислоту, повышать кислотность, понижать pH. И они хотят, чтобы им было комфортно. Поэтому, когда мы надеемся, что мы чего-то снизим водой, мы можем сделать гораздо хуже. Потому что вот они там умнее нас, да, они хотят, чтобы им было комфортно. Также количество вот этих веществ, уксусной кислоты и уксусного альдегида, зависит от того, на какой стадии развития находится вино. Так, уксусный альдегид активно вырабатывается в начале брожения, особенно когда брожение очень бурное. Но не надо этого бояться. Это абсолютно нормальный процесс. И затем этот уксусный альдегид превращается в спирт. На самом деле реакция брожений и вообще все, что происходит в вине, это сложнейшие химические реакции. Это не просто вот взяли одно и получили другое. Там сложнейшие циклы, все это, ну, на самом деле космос. Мы не будем на этом останавливаться, потому что, ну, это сложно. Главное понимать вообще, что приблизительно происходит. Значит, вырабатывается он в процессе. И если производятся, например, десертные вина, вина с остаточным сахаром, у которых брожение останавливается на определенном этапе, чтобы вот этот сахар остался, то и уксусного альдегида в таких винах может быть больше, потому что он не прошел дальнейшей стадии превращения. Кстати, интересный факт, что уксусный альдегид используют в производстве водки. Знаете, для чего? Для смягчения запаха и вкуса спирта. И также он используется для производства фруктовых эссенций. И, как я уже сказала, в зависимости от концентрации вот этих веществ, уксусной кислоты и уксусного альдегида, то есть вино может быть приятным, да, с приятной пикантностью, либо уже всего-то, либо уже всего этого может быть слишком много. Итак, мы с вами проговорили одну из причин, что дрожжи, в принципе, это вырабатывают, да, кислотность раз, высокий сахар способствует, высокие температуры также способствуют, большей выработке этих двух веществ. Также за производство вот этих летучих компонентов ответственны и микроорганизмы. различные, но в том числе и уксусные бактерии. Однако вы должны понимать, я это много раз проговаривала, что легкий запах уксуса, это не значит, что вино уже стало превращаться в этот самый уксус. Для развития уксусных бактерий должно быть несколько факторов. И один из важнейших факторов это кислород. Если у вас вино стояло закрытым, стояла полная емкость, и там появился небольшой запах уксуса, то, скорее всего, ничего страшного. Если туда попадал воздух, причем емкость была там чуть ли не наполовину наполнена, и было много воздуха, да, тогда, скорее всего, уже начинается уксусное скисание. Ну, а в уксусном скисании еще говорит, что это наличие пленки. Потому что вот эти уксусные бактерии, они именно образуют такую пленку на поверхности. Как же нам избежать вообще появления этих запахов, и что нам делать, если мы их почувствовали? Ну, первое, как избежать? Конечно же, гигиена. То есть мы должны использовать хороший, качественный виноград, чистую посуду. И я несколько раз вообще проговаривала такие вопросы, как гигиена, стерильность, чистота при виноделии. Вот стеклянные бутыли, да, их не обязательно там окуривать серой, тщательно выдраивать, потому что там гладкие поверхности. Если эта посуда у вас хранится сухой, то, в принципе, там ничего такого не разведется. Самые опасные вещи в виноделии, которые действительно надо очень хорошо чистить, там стерилизовать, либо там еще чем-то обрабатывать, это оборудование, в котором задерживается вода, которая имеет шероховатые поверхности. То есть та же, например, дубовая бочка. Если она новая, чистая, то хорошо. Если у меня уже что-то хранилось, вы представляете, сколько там всего мы не можем дуб мгновенно просушить, либо там все полностью вымыть, отдраить это невозможно. Шланги, это вот просто рассадник, потому что как бы мы его не мыли, там все равно остается водичка, мы никогда не сможем, ну можно, конечно, там пытаться как-то их просушивать на хранение. Но тем не менее, там часто остается водичка, влага, тепло, где-то еще что-то осталось. Это замечательная питательная среда для микроорганизмов. То есть вот эти вещи все-таки надо поддерживать в чистоте и обязательно каждый раз хорошенько мыть, в том числе и перед употреблением, и после тоже. Гигиену проговорили. Соблюдение технологий. То есть вот эти бездумные сыпания, сахар, доливание воды без понимания того, что вы делаете, ну это прямой путь вот к этой самой летучей кислотности. И достаточно высокая температура. Температура выше, по-моему, градусов 25 очень сильно вот этому всему способствует. Ну, скажем так, из всего того, о чем я вам проговорила, на температуру, к сожалению, мы можем повлиять меньше всего, потому что мы пользуемся теми помещениями, теми возможностями, которые у нас есть. Плюс мы помним, что на самом деле температура там ну очень по-разному влияет для разных вин, да. Кому-то она нужна повыше, кому-то пониже. То есть температура, я вам озвучила, что да, такой фактор влияет, но в общем-то он влияет в меньшей степени. В большей степени это химический состав и наше вмешательство, ну и, конечно же, гигиена. Также я вам уже сказала, что летучая кислотность, да, она не всегда плоха, она может придавать винам определенную пекантность. И, например, сладкие вина Сатерна, для них летучая кислотность это вообще норма и хорошо. Для вин в стиле Борола и Амарона это тоже считается нормой. Даже для таких нежных и тонких вин, как Пинануар, определенная летучая кислотность тоже считается хорошей. Ну, по крайней мере, я нашла статью в интернете, да, где об этом говорилось. Но для белых вин, например, это считается плохо и это уже считается дефектом. А теперь, что вам делать, если вы обнаружили у себя вот такое? Конечно, например, запах уксуса, да, он сразу очень-очень настораживает. Сразу кажется, что все вино испортилось и, ну, может еще попытаться что-то сделать, либо уже сразу вылить. Как всегда совет, не спешите. На самом деле, очень легко проверить, все хорошо, либо не совсем хорошо. Значит, почувствовали легкий запах уксуса, вы наливаете вино в бокал, в большой широкий бокал немножко вина. Побалтывайте и оставляйте. Где-то на 30-40 минут. Если запах уходит и вино становится нормальным по вкусу, значит, все хорошо и беспокоиться вам абсолютно не о чем. Неважно, происходит это на каком-то этапе приготовления, вот вы так проверили, все, все у вас хорошо. Либо вы, например, там, у вас даже вино было в бутылке, вы решили его открыть, попробовать. Вас смущает вот этот запах, тоже оставьте, посмотрите, если он уходит, значит, все хорошо. В идеале, в таких случаях, используют декантер, ну, будете пить хорошее вкусное вино. Кстати, сразу пример из лично моей практики. Я уже однажды про него рассказывала. Скажем так, оранжевое вино из моего любимого сорта реформ. Где-то в марте месяца была дегустация, и я отношу это вино на дегустацию, когда его открывают. Легкий запах уксуса есть. На тот момент я еще, как бы, некоторых нюансов не знала. Думаю, ну как так, ну, я же вроде все делала хорошо, это же было хорошее вино, причем другие бутылки из этой партии я открывала потом, потом, позже, и все с ним было хорошо. Ну, как же так? А потом, совершенно случайно, мне попалось видео Владимира Басова о натуральных винах. И вот там он как раз приводил такой пример, что если вы открыли бутылку вина, есть запах уксуса легкий, наливаем в бокал, оставляем на полчаса, и после этого у вас в бокале мед. Ну, вот это его слова. И это действительно так. Ну, если у нас не пошло уксусное скисание, но, напомню, для уксусного скисания нам надо еще, чтобы было много кислорода, там уже образуется плен. То есть, понять, что пошло уже именно уксусное скисание достаточно легко. Ну, и также возвращаемся к уксусному альдегиду, который нам дает запах жидкости для снятия лака. Тоже бывает такое, но я вам больше что скажу, что это бывает на определенных этапах производства вина. Конечно, поклонники конвенционального виноделия сейчас будут кидать в меня помидорами и говорить, нечего заниматься всякой ерундой, добавляй серу и будьте тебе счастье. Ну, не хочу. Я не хочу добавлять серу, я хочу пить натуральное вино. Настолько, насколько это возможно. Так вот, вот эти все запахи, и легкие уксусные, и запах жидкости для снятия лака, они характерны для определенного этапа. Я вам уже сказала, с одной стороны, когда это образуется, но именно на моей практике я пробовала некоторые, скажем так, чужие вина, меня угощали, и тоже в какой-то момент вот чувствуется этот запах, чувствуется этот вкус, а потом все проходит. То есть вино надо пройти определенные стадии. Вот недавно я выпускала видео, да, вино за 16 дней, реально ли это, и сколько времени нужно вину. Так вот, вину нужно время, разному вину разное, и иногда это может быть несколько месяцев, а может быть полгода, а может быть год и более, потому что, в том числе, на определенных стадиях у вина могут появляться летучая кислотность, могут появляться такие несвойственные ароматы. Кстати, вот один пример вам привела с реформом, и сейчас приведу другой. В прошлом году из реформа я делала шампанское по классической технологии. И тоже вот это шампанское мы пробовали где-то в марте, и в этот момент у него тоже был легкий уксусный запах. Он не сильный, но он есть. Все бутылки, которые были открыты после, с ними все было хорошо. То есть, понимаете, вот я теперь делаю вывод, что, например, для реформы март – это тот месяц, когда его трогать нельзя, либо до, либо после. А вот март – это такой критический момент. Для новичков, может быть, это не совсем понятно. Когда вы начнете работать с винами каждый год, то через пару сезонов наблюдений вы все поймете. Вы будете знать, как у вас ведет себя каждый сорт и каждое вино. Поначалу это пугает. Когда появляются такие нетипичные запахи, да, это пугает. Но это может быть, даже если мы не разбавляли, ничего не делали. У натуральных вин это может быть. То есть, вин, который мы изготавливаем без добавления серы. А про натуральные вина когда-нибудь здесь делаю видео, да, просто не совсем хватает времени. Обязательно поговорим подробно, что это такое. Ну, вот у натуральных вин такие вещи, как вот эти запахи, вполне считаются нормой. Для конвенционального виноделия, конечно, это дефект. Но напомню, о чем я говорила буквально минутку-две назад, что на определенных стадиях не всегда там начало брожения, не всегда окончание брожения, а в принципе на определенных стадиях развития вина с этими запахами вы можете столкнуться. Про уксус сказала, как проверяем. Запах жидкости для снятия лака. Ничего страшного, тоже ее можно несколько выветрить в бокале, потому что это вещества летучие. Да, и набраться терпения. Некоторое время к этому вину просто не подходите. Оставьте его в покое. И еще процесс химического окисления. То есть взаимодействие с кислородом также может способствовать образованию ацетальдегида в вине. И вот те примеры, которые я вам рассказала, что в какой-то момент начинает вот это все чувствоваться, а потом проходит. Дело в том, что химические реакции окисления очень часто обратимы. И где-то там при переливках, особенно если мы еще оклеиваем вино, то есть мы оклеиваем, переливаем, потом еще раз переливаем, идет взаимодействие с кислородом, идет окисление процесс. Но потом мы вино закрываем в герметичные условия, в герметичные емкости, неважно, это там розлив бутылки, либо просто наполнили, бутыли оставили на некоторое время в покое. И в этот момент начинают идти другие реакции, реакции восстановления. И ацетальдегид разрушается. Именно поэтому, вот так бывает, что в какой-то момент можете даже обратить внимание, что вот эти запахи у вас могут появиться после переливок, после снятия с осадка. Это, кстати, к тому, что не надо бесконечно, как некоторые предлагают, чуть ли не каждые две недели с этого самого осадка снимать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ну и в этом, на самом деле, нет необходимости. Только вот, заметили такое явление после переливка? Оставьте в покое, в герметично закрытой посуде. Я вам не могу сказать, сколько времени на это уйдет. Там, 2-3 недели, месяц? Ну, наверное, приблизительно месяц. И многие реакции будут обратимыми. И вот этот самый запах, он уйдет. Ну, что здесь, скажем так, чистая химия, никакого волшебства. Все формирование вина, оно построено на сложнейших реакциях. Какие-то реакции у нас происходят с помощью микроорганизмов, какие-то реакции у нас чисто химические, но это огромный-огромный комплекс реакций, который в итоге выведет нас к нормальному результату. Поэтому бояться этого не стоит. Ну, единственное, что я вам все-таки озвучила, а какие моменты могут влиять на эту самую летучую кислотность. И поэтому там, где мы можем с ней поработать, и там, где мы можем как-то все-таки ее появление предотвратить, мы предотвращаем. Но в остальном сильно не волнуемся, проверяем и даем вину время. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще». Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!